Мы бросаем монету и ждем, когда выпадет 10 гербов подряд. Скажите, пожалуйста, сколько в среднем раз надо бросить для этого монету? Мы считаем, что монета симметрична. Вероятность того, что один раз выпадет герб, одна вторая. Хорошо, а вот 10 раз подряд. Правда, что это непонятно? Ну, давайте, скажите примерно, как вам кажется. Потребуется бросить 10 раз? Мне-то понадобится кинуть ее 10 раз, 100 раз. Сто раз. Ну, смотрите, 10 раз, чтобы выпало все время герб, вероятность единицы делить на 2 в десятке. То есть, 1 024, это меньше, чем десятая часть процента. Это очень маленькая вероятность. Но, с другой стороны, она лишь не нулевая. Хорошо, а если 100 раз бросим, вы уверены, что с большой вероятностью будет 10 гербов подряд? Я не уверен. На самом деле, это хорошая задача. Посчитать, с какой вероятностью при 100 бросках у нас получится 10 гербов подряд. Но, наверное, слишком трудная для нас пока. Давайте мы решим задачу попроще. С какой вероятностью у нас происходит такое событие? Выпадает герб. Совсем простая задача. Ну, одна вторая. С какой вероятностью выпадает решка герб? Сначала решка, потом герб. Решка выпадает сердце, одна вторая. Герб после этого сердце, одна вторая. Всего получается 1 четвертая. Да. А с какой вероятностью получается решка, решка, герб. Объясняется. Если нас интересует момент, когда в первый раз выпадет герб. То логично, что нас интересует вот такого рода ситуация. Правильно? Да. Замечательно. Нас интересует такого рода ситуация. И у каждой из них вероятность в два раза меньше, чем у предыдущей. То есть в знаменателе степени двойки. Совершенно верно. А теперь вопрос. Что такое среднее значение? Или иногда говорят математическое ожидание. Вечерпо-английское мин в эмбол. Среднее значение случайной величины. Определение очень простое. Вот у нас количество бросков здесь равно единице. Здесь оно равно двум, здесь трём, здесь четырём. Понятно, да? Так вот. По правилам для вычисления среднего значения. Вы должны сделать следующее. Вы должны величину умножить на её вероятность. И сложить. Получится такая штука. 1 вторая, 2 четвёртых, 3 восьмых, 4 шестнадцатых, 5 тридцать вторых. Идея понятна? Да. И так далее. И так далее. Найти эту сумму не так сложно. Давайте я объясню один из способов. Он заключается в том, что нужно сначала найти вот такую сумму. 1 вторая, 1 четвёртая, 1 восьмая, 1 шестнадцатая, 1 тридцать вторая и так далее. Знаете, как вы считаете? Берёте отрезок 2 не 1 и говорите. Что такое 1 вторая? Это половинка. Да. Что такое 1 четвёртая? Это половинка от половинки. Что такое 1 восьмая? Это половинка от половинки. Когда вы ещё прибавите шестьдесят четвёртую, то будет 1 плюс 1 в шестьдесят четвёртая минус 1 в тридцать вторая. То есть 1 минус 1 в шестьдесят четвёртая. И вообще, когда складываешь 1 вторую, 1 четвёртую и так далее, единицу делить на 2 в степне, то это 1 минус 1 в тридцать на 2 в степне. Чем больше n, тем это будет ближе к единице. То есть это стремится к единице, когда n стремится к бесконечности. Поэтому говорят, что если напишешь до бесконечности, написать это невозможно, представьте себе, что сладок, сладок, сладок. Если напишешь до бесконечности, то все равно это не будет равняться единице. Это никогда не будет равняться единице, но это стремится к единице. Оно становится всё ближе, ближе, ближе. Чем больше членов пишем, тем ближе к единице будет. Отлично. Но у нас здесь проблемы. Поэтому бесконечную сумму равна единице. Да, бесконечную сумму называют уже равной единице, конечно. Поэтому проблема у нас почти решена, но не совсем. Потому что здесь же не единица. Здесь всех числителей единицы, а там нет. Но давайте нарисуем такую картинку. Я посчитал, что это стремится к единице, да? Давайте напишем то же самое, только без первого слова. К чему это будет стремиться, спрашиваю? Это будет стремиться к одной второй. Конечно. А если напишем то же самое без одной четвертой? Ну, да, да. Без одной четвертой. Если напишем то же самое без одной четвертой, что будет? То к одной получается с одной восьмой. К одной четвертой. А, ну здесь к одной четвертой. А если начнем с одной шестнадцатой? Ну, так пойдем. Одна шестнадцатая четвертая, одна двадцать восьмая. И так далее, и так далее, и так далее. То это будет стремиться к одной восьмой. Замечательно. А если это сложишь? Один, одна, вторая, одна, четвертая, одна, восьмая. Мы уже помним, что сумма этих равна чему? Вот сумма таких вот бесконечных стремится к двойке. Все. Все. Мы с нами решили задачу. Среднее значение количества бросков, которое нужно, чтобы появился герб, равно у. Между прочим, можно было вообще ничего не считать. По одной простой причине. Не то, что они были, наверное, вторую. А потому что, когда вы бросаете, у вас получается или решка, или герб. Поэтому за один бросок вы что-нибудь получаете. Ну, и значит, логично, что ответ будет два, да? Чтобы получить именно герб, вам нужно бросать в два раза дольше, чем получить что-нибудь. А что-нибудь это орешки и герб. Вот. Решили мы эту задачу. А теперь изменим условия следующим образом. Пусть у нас монета кивает. Лучше всего, на самом деле, не думать о плохой монете, а бросать комик. Играй никому, знаете? В него шеи игра. И на них написано числа 1, 2, 3, 4, 5, 6. А давайте мы сделаем так. Мы будем искать момент, когда выпадет шестерка. Момент, когда выпадет шестерка. А все остальные будем называть не шестерка. Понятно? Вероятность, что выпадет шестерка, 1, 6. Абсолютно верно. Вероятность, что выпадет шестерка, конечно, 1, 6. Как считаете, какой будет ответ? Сколько в среднем раз нужно бросить игральный кубик, чтобы получить шестерку? Шесть раз. Шесть раз. И доказательство такое же. Потому что, смотрите, что мы делаем. Мы за первый раз хоть что-нибудь получаем, но при этом это или один, или два, или три, или четыре, или пять, или шесть с одинаковой вероятностью. Ну, значит, логично, что ответ будет шесть. Да? Ну, хорошо. Хорошо. А что будет, если задать себе все-таки несимметричное бросание? То есть, представьте себе, у нас есть монета, но несимметричная. То есть, как это, ее чай, ну, по сути, орел-реша, что-то из них выпадает чай. Так, пусть герб выпадает с некоторой вероятностью п, а орешка пусть выпадает с некоторой вероятностью q, которая равна один минус п. При этом, может быть, p равно одной второй, тогда q будет тоже равно одной второй. Может быть, p равно одной шестой, это вот как с кубиком, тогда q будет равно пятишестым. В общем, какая-то личная. Вопрос. Сколько в среднем раз потребуется бросить, чтобы получить хотя бы один раз герб? Догадайтесь до ответа. Когда вероятность была равна одной второй, то ответ был 2. Когда вероятность была равна одной шестой, ответ был 6. А в общем случае какой будет ответ? В этом случае. Нет, в общем, вот в этом случае, когда несимметричная монета, вероятность выпадения герба p, вероятность выпадения герба q, сколько в среднем раз придется кидать? Какая функция для одной второй дает двойку, для одной шестой дает 6? Что надо сделать с числом p, чтобы получить вон то число? 1 разделить на 1 разделить на p. Это ответ наверняка вот такой. Теперь вопрос, как это доказать? Понимаете, здесь с одной и второй было легко все считать. С числом 6 тоже было понятно, потому что она целая. Давайте мы все-таки решим задачу в общем случае. Есть два способа. Один способа такой. Опять выписать все события, которые нас, собственно говоря, интересуют. А какие события нас интересуют? Что выпадет или сразу герба, или что? Или решка-решка-бьер, или что еще бывает? Решка-решка-бьер. Ну и так выпадать. С какой раз это происходит? Сверя степь ку. С какой раз это происходит? Сначала должна быть решка с веря степь ку, а потом деп с веря степь ку. А это? Ну то есть ку-ху-ху-ху. А это? Ку-ху-ху-ху-ху. А потом будет ку в четвертой степени. А потом будет ку в пятой степени. И так далее, и так далее. А сколько шагов? Здесь один шаг. Два шага. Три, четыре, да? Пять. А вот для ку в пятой будет шесть. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, у нас возникает очень понятно, какая задача. Нужно найти, Ну, опять, среднее значение – это произведение величины на вероятность, сложенное по всем интересующим нас ситуациям. То есть надо найти такую сумму. П плюс 2 куб П плюс 3 куб квадрат П плюс 4 куб Куб П плюс 5 куб четвертый П плюс 6 куб пятый П и так далее, и так далее, и так далее до бесконечности. Как говорят, просуммировать ряд. Видно ли, что везде есть 2 куб П? Ее можно вывести за звук. А что будет в скобке? В скобке будет такая величина. Единица плюс 2 куб плюс 3 куб квадрат Плюс 4 куб и так далее до бесконечности. Так? Так. Ну, в общем, понятно, что непонятно, что с этим делать. Поэтому давайте мы эту величину обозначим буквой Х и точно так же, как для двойки мы с вами сначала тренировались, и потом оказалось, что это полезно. Точно так же давайте сначала потренируемся. Рассмотрим величину буквой Х и так далее до бесконечности. Это называется бесконечно убивающая диаметрическая прогрессия. Вот если Куб равняется 1,2, то сумма будет равна 2. Мы посчитаем, да? Отлично. Один способ заключается в том, чтобы написать несколько равенств, а после этого вы уже быстро догадаетесь, что это будет. Кстати, этот способ интересен тем, что в школе каждая из этих формул очень-очень-очень долго изучается, в огромном количестве задач нужна, и так далее, и так далее. То есть, когда вы будете решать задачу по алгебре, в огромном количестве случаев вам придется это делать. Итак, поехали. Как умножать 1 плюс Q на 1 минус Q? Распевать степку, правда? 1 плюс Q минус Q минус Q квадрат. Это что будет такое? 1 минус Q квадрат. Согласен? Хорошо. А здесь как раз ков-скобке? 1 плюс Q плюс Q квадрат, это я на единицу умножил, а потом? Минус Q минус Q квадрат минус Q. Да. Догадайся, какой из них будет ответ. Здесь? Нет, умножаешь. 1 плюс Q плюс Q квадрат, на Q плюс Q в четвертый плюс Q в пятый, потом на минус Q умножаешь. Да. Минус Q квадрат, минус Q квадрат, минус Q в пятый, минус Q в шестой. Что останется? Останется единица минус Q в шестой. Молодец. Абсолютно верно. А теперь смотри, в чем идея. Мы можем взять и его разделить на один плюс. И у нас получится совершенно потрясающая штука. Оказывается, когда складываешь до некоторого места вот эти слагаемые, оказывается, можно написать вот так. 1 плюс Q плюс Q квадрат. Ну, давайте, например, напишу для числа 2019. Плюс Q в степени 2019. Это всего здесь 2020 слагаемых. Это будет единица минус Q в степени 2020 разделить на один минус Q. А если здесь написать не 2019, а произвольное число n, то что здесь будет? Q в степени Q в степени n плюс 1. Отлично. А теперь вопрос. Если Q у нас меньше единицы, то когда его на себя умножаешь? Будешь увеличивать. Меньше меньше. Меньше. Значит, куда это стремится? Это стремится к нулю. К нулю. А значит, все это стремится куда? 1 и это. Это вот это стремится к нулю. А остальное это числа конкретные. Стремится к одному и делить на один минус Q. Вот мы с вами нашли формулу для числа Y. Оказывается, кстати, один минус Q это P. Значит, Y это одна Pt. Отлично. Y это на самом деле одна Pt. Но вы мне сейчас можете возразить, сказать, что это как-то слишком сложный алгебр. Нельзя ли рассказать это попроще? Можно. Для этого давайте сотремся вот эти формулы и попытаемся увидеть в выражении, которое написано справа, что-то похожее на него, только внутри. Рассказывай. Y это вот это я переписал. Единицу я перепишу. А дальше я вывожу, вынесу за скобку. Что там останется? 1 плюс Q плюс Q в квадрате, плюс Q в куле, плюс Q в четвертое и так далее. А что это такое? Как мы это обозначали? Мы это обозначали Q. Вот это выражение, 1 плюс Q и так далее. 1 плюс Q и так далее. Это Y. И мы сумели переписать формулу. Смотрите как. Мы сумели переписать нашу формулу без сцепия многоточия. Хорошо. Переносим в другую часть. Y минус Q и Y равно 1. Так. Выносим Y за скобку. Что получается? 1 минус Q это что такое? 1 минус Q. 1 минус Q. Значит, PY это 1. Доказали? Вот вторым способом доказали то же самое. А теперь? Да, скорее проще. Хотя, поймите, пожалуйста, может оно гораздо больше? Только формулы, которые я писал, они несколько лет изучаются в школе сами по себе. Вот где-то начиная с 6-го и класса до 9-го их упорно учат, учат и учат. 4 года. 6-й, 7-й, 9-й класс. И разнообразные задачи, и на самом деле потом их все равно учат. Это очень важные формулы сами по себе. Хотя, конечно, без тех формул тоже можно сделать. Отлично. Теперь наступает интересный вопрос. Нам-то нужно было не Y. Нам нужно было найти величину 1 плюс 2 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат. Смотри, надо опять нарисовать ту самую табличку. Александр Васильевич, надо по-другому. Надо вспомнить ответ, который мы хотим получить. Мы хотим получить одну поэту. Значит, X это Y квадрат. Я написал 1Q квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 6 квадрат плюс 7 квадрат плюс 4 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 квадрат плюс 6 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 6 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 6 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 4 квадрат плюс 6 квадрат плюс 4 кв Так в каждом столбце будет ровно нужное количество степеней. То есть 2 раза Q, 3 раза Q в квадрат, 4 раза Q, 5 раз Q в четвертый и так далее. Вот. А каждую строчку мы имеем. Эту строчку мы обозначали с вами Y. И помните, что она равна чем? Эта строчка, это Y умножить на Q. А здесь? Это Y умножить на Q в квадрате. Квадрат. Здесь начинается с квадрата. А, ну, да. Вот следующая, это Y в квадрате, а следующая? Следующая Q в четвертый. Потом будет Q в пятый и так далее. Так когда мы это складываем в него? На Y можем уменьшить себя в скобку? Да. А в скобке что останется? 1 плюс Q плюс Q квадрат, плюс Q плюс Q в четвертый плюс Q в пятый. Это что такое? Это Y. Да. Значит, Y в квадрате. Это Y в квадрате. А поскольку Y мы уже посчитали, значит, X это 1 делить на P в квадрате. А у нас стоит P умножить на X. Значит, P надо поделить на P квадрат. Какой будет ответ? Мы делим P, ну, 1P. П делить на P квадрат, это 1P. Так, победа. 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 Для старшеклассников можно было рассказать суммирование вот этой штуки по-другому. И так далее, да? Получается, таблица бесконечная вправо и бесконечная вниз. То есть вообще бесконечная таблица? Нет. Вверх конечно, вверх там ничего нет. Ну да. Влево ничего нет. А вот туда вниз идет бесконечность, туда идет бесконечность. И в каждую клеточку я напишу произведение. Вот, например, сюда я напишу, у 6. Сюда у 7. Понятно? Сюда я напишу, что? Один за один. Здесь вот таблица умножения, по сути. Да, да. Таблица умножения вот этих чисел на эти числа. А теперь смотрите, что у меня получается. Сколько раз получается куф кубе? Сколько раз получается куф четвертый? Когда я включу, я взял куф четвертый. По-моему, очевидно, 5 раз получилось. Правда? Куф кубе 4 раза, куф кубе 3 раза, это 2 раза. Так это та самая сумма. Получается, что она равна у умножить на у. Потому что сумма этих чисел это у. Сумма этих это у. А сумма чисел всей таблицы. Это у умножить на у. Это у умножить на у. Понял? И теперь еще один вариант. Для тех, кто уже знает, что такое производная. Когда у меня есть такая штука. 1 плюс 2х. Плюс 3х квадрат. Плюс 4х куб. Плюс 5х четвертый. Плюс 6х пятый. Плюс 7х шестой. Плюс 7х четвертый. И так далее. И так далее. И так далее. То на самом деле это производная от такой суммы. 1х плюс 6х квадрат. Плюс 6х четвертый. Плюс 6х четвертый. И так далее. Потому что когда берете производную, то по правилам полагается сбросить показатель степени и уменьшить его на единичку. Здесь стоит 7х шестой производная от x седьмой. Замечательно. А геометическую прогрессию мы считаем уменьшим. Это будет х разделить на 1 минус х. Значит нам интересна такая производная. Так. Что это такое? Мы можем числитель написать следующим образом. х минус 1 плюс 1. Потому что минус 1 плюс 1 это 0. х минус 1 делить на 1 минус х это минус 1. 1 делить на 1 минус х остается. Производная от минус 1 это 0. А производная от вот этого выражения это что такое? Это 1 минус х в минус 1 степени 4. Это получается так. Минус 1 показатель степени в степени. Единица минус х в минус 2 уменьшается на единицу. И еще по формуле дифференцированной сложной функции взять производную от 1 минус х. То есть будет минус 1. Ну минус 1 на минус 1 дает 0. Получаете единица делить на 1 минус х в квадрате. Если вместо х подставляете q, то будет 1 минус q это p. p в минус 2 тот же самый ответ получается. Так. В любом случае. Я могу сказать, что qx плюс y внеется x. Еще один способ. Без всяких производных можно выделить отсюда y. И написать, что останется. А останется вот что. q 2q в квадрате. Понятно почему? Потому что мы единицу q в квадрате q в кубе q в четвертой убрали. А пишем, что осталось. 2q в квадрате, 3q в кубе, 4q в четвертой, 5q в пятой и так далее без конечностей. А здесь вынесем за скобку q. Получится, что это есть y плюс q x. Нужно на x. Потому что 1 плюс 2q плюс 3q в квадрате и так далее у нас как раз обозначается x. И у нас получилось замечательное уравнение. Смотрите, x это y, мы уже помним, y это 1пт, плюс q умножить на x. Но когда вы qx перенесете, получите, что px равняется 1пт. Ну, значит, опять x это 1п квадратная. Понять не стало? Не хочу. Это, понял? Да. Это просто определение x. Да. Следующая строчка, она плавная. Да, понял. Получилось уравнение. x это 1пт плюс qx. Переносим qx налево. Получается x минус qx. Но x минус qx это px. Значит, px это 1пт. Значит, x это 1п квадратная. Все понятно? Вот. Ну, вот мы куча способов нашли эту сумму. Правда? Вот. Оказывается, что можно было это сегодня делать. И можно было нашу задачу решить проще. Вообще, вот без этих сумм, без этого ужасного выписывания вариантов. Для этого среднее число шагов до появления чего? гербалка. До гербалка. До гербалка, да. До того, как придется гербалка. Давай теперь подумаем. Первый шаг, он какой? С вероятностью p выпадет гербалка. Гербалка. С вероятностью p мы должны сделать 1 шаг. И после этого ничего не делать. А с вероятностью p у нас выпадает лешка. А это означает, что фактически шаг прошел зря. Мы ничего не получили. Но после этого играет, начинается заново. И значит, после этого надо в среднем сделать z шагов. Только что сделанный шаг, вот этот 1, плюс z. Еще один шаг. Да. Почему не один? Неизвестно. Один не один. Сколько это шагов до проявления гербалка? Итак, с вероятностью p делаем один шаг. С вероятностью q делаем z плюс один шаг. И все. Это уже в равнии. Ну давайте раскроем стол. А что лучше? П плюс q. p плюс q. z плюс q. Я могу легко упростить. p плюс q это единица. Единица плюс qz. qz переношу налево. z минус qz равно единице. Мы уже много раз говорили. z минус qz это pz. Значит, pz равно единице. Значит, z равно чему? z минус qz. Один не будет. Все. Так или иначе, мы доказали ответ. Теперь все намного интереснее. Та же самая ситуация. Несиметричная монета. С вероятностью p выпадает еб. Ну и лучше себе представлять, что мы проставим грани кубик, и грани выпадает все наше. Например, p равно 0,6. Вопрос. Сколько в среднем надо сделать бросков до ситуации, когда выпадет 2 гербалка? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...